22 января в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранного автотранспорта. За три месяца в Актюбинской области успели зарегистрировать и получить казахстанские номера 10 тысяч владельцев автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября прошлого года. Ажиотажа в кампании по легализации в Актюбине не наблюдается, так как для регистрации иностранного авто в спецсони выделили 6 специалистов. Прием и выдача документов производится 6 дней в неделю. В будние дни прием документов с 9 до 5, выдача документов с 9 до 6. В субботничественное время, именно субботничественный день, шестой день получается с 9 до часа приема документов, с 9 до 2 выдача документов. В среднем в день где-то 200 услугополучателей уже задают документы. Именно в Актюбинской области многие, в основном с России, с России, там более 30% наверное с Армения. Очень важный этап легализации – осмотр автомобиля, ведь исправность транспорта влияет на безопасность всех участников движения на дорогах. Первый этап получается, сам человек, сам услугополучатель заявку подает самостоятельно, он может подать через его портал, через Каспий приложение, через Халк приложение. После одобрения второй этап проходит осмотр для сверки агрегатов транспортных средств, третий этап – сдача документов. Самая ответственность – это второй этап. Осмотр технических данных получается полностью, машина техно-характеристическую проверяет, сверит агрегаты, соответствует, не соответствует. Причина отказа, можешь видеть, это каждую услугу получателя, то, что в другом государстве зарезают данные транспорта, либо аресты, залоги какие-то, запретные на регистрированные действия, может выходить. К слову, процесс автолегализации обходится казахстанцам дешево, все суммы фиксированы, сборы за первичную регистрацию составляют 200 тысяч тенге. Госпошлина за техпаспорт – 4 313 тенге, а за госномер – 9660 тенге. Инкара Карашаева, Миржан Манжолов, Телеканал «Октобе».